всем привет из Биробиджана в очередной раз это я как обычно рассказ сегодня будет не как обычно рассказ сегодня будет о почетном гражданине еврейской автономной области Владиславе Абрамович Цапи вот это он нарисовал картину он у нас и художник и литератор и скульптор вот бирка уже вот тут была бирка сорвали шалом алейхима сад Владислав Абрамович вот у него картина наша не наша картина картины на еврейскую тематику когда мы с ним встретились а это было вчера я его поблагодарил за то что он украшает наш город но когда была съемка моих слов камера что-то там поломалась и эти словам не прозвучали пользуясь случаем я сегодня еще раз благодарю Владислава Абрамовича за его творчество ему исполнилось 18 октября 70 лет с юбилеем благодарю от жителей гравиджана за его творчество то что вы много уделяете внимание украшить и украшаете наш город своими произведениями эти произведения не только на улице шалом алейхима но они других местах города вот там в глубине памятник воинам-интернационалистам изготовлен в Китае я что мы встретились что вы пришли причем отозвались всех очень очень горячо потому что сегодня мы будем слушать восхищаться я думаю объясняться задавать вопросы ну нашему чудесному гостю да вообще в народе его зовут Слава Цап ну поскольку я его старше но очень немного я себе позволю первый раз так сказать ну вообще Владислав Абрамович Цап по телевизору мальчик первоклассник выступал он сказал мы отливали ручки и с нами это делал Владислав Цапович замечательно замечательно ну вот мы почувствовали что у нашего госта такое чувство южа что его можно будет слушать бесконечно будем говорить о творчестве о жизни все но и мы собрались в связи с тем что у него юбилей недавно был да 18 числа тоже во первых строках своего письма своей речи хочу сказать мы поздравляем вас с юбилеем мы желаем девочке цветы в студию мы желаем вам здоровья здоровья всем тоже мучения вот единственный человек который я тебя не занимала меня надо меня все все мы тоже пристроим цветы и тоже вам отдаем а теперь смотрите у нас здесь большая выставка между прочим да это из музея из нашей библиотеки из моей личной библиотеки что здесь есть здесь самые разные жанры самые разные работы Владислава Абрамовича поэтому ну ему слово как он дошел до жизни такой что он сделал за свою жизнь да вот можете вот здесь прям от самых старых может быть между прочим вот это тоже интересный жанр узнают ну все слово да юбиляру 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 тоже может чай когда надо ну давайте по книжкам я смотрю здесь у меня с автором да кто там уже цветом поработал это с авторством ну да старенькая книжечка кто-то и покрасил старенькая 90-е годы она просто была одного красного цвета а здесь потом уже видите да ну к нам попадают разными путями книги поэтому это а вы сразу об этом можете рассказать нет ну здесь в принципе это часть книг да да конечно попробуй все книги соберите ну их 70 ну в принципе это наверное сказок у вас в музее нет правильно ну дадите ну и ну и ну и он взял со сказки выпускать и по-моему их перевела то есть он книжки привез израильской книжки их перевела на русский язык лавочкина рима в это же время издавалась книга как же Елена Голубь издавала книгу волшебный колодцы в Хольне ну это конечно был кредиат она взяла, своровала тексты лавочкиной и издала от свой от свой ну это ладно это в сторону от ну бывает да я не могу идти по прямой все время куда-то в сторону с врачами и вот эти книжки было 15 книг и у меня только 5 книг 4 вышли в Израиле я это не видел мне сказали что вышли но я это не видел ну это из цветных остальные в основном это чернобелые ну и раскраски учебные а нет еще букварь цветной букварь из-за каидышка очень боится понятно для школьника я букварь не выпускал это все-таки серьезное это не саршевское дело он у нас есть он у нас есть он у нас есть вот сюда не попал не знаю про книги все про книги все так дорогие друзья все это должно быть естественно поэтому и вопросы и все но мне кажется во-первых вы можете смотреть все время ясно вот все-таки как вы дошли до жизни в такой смысле где родились где учились просветители значит родился я здесь не перебежали повод семьи я веду такой есть город обучи он называется город вообще-то это городок десять тысяч ну что семью семью можно да все знаем у меня работали в медицине нет они врачами не были отец папа у меня работал механиком в железнодорожной больнице то есть это же комплекс зданий там всякие корпуса ну и там должны быть сантехники слесаря кочегары которые там уходят ну я думаю вот это вот компанией пьющей компанией профессия это предполагает что там это укрепляет вечная проблема кто-то напился кто-то не пришел на работу он бегал и там а мама сантехника в больнице ну почему это я не знаю повторяться я про это уже где-то в газете писала про пьяного художника ну я думаю не все газеты я говорю что в общем-то выбрать профессию меня подолкнул алкоголь значит к нам во двор зашел вот так немножечко я в сторону отхожу если кто-то в облучине вы можете видеть там в памяти есть три головы солдата на трос и танкист по-моему а или летчик не помню из цельной глыбы мрамора сделан такой памяти его делал человек по фамилии Белец он работал было я что машинистом поезды работал но насколько я знаю он был учителем рисования 70-й школы и вот он пришел своему приятелю военруку в наш двор это наш сосед был военрука не оказалась дома но он сидел на скамеечке и он был пьяненький почему алкоголь ну и он с карандашом делал наброски детей но кто-то сказал что я рисовал рисую хорошо а я тогда рисовал кошечек собачек всяких там оленей лошадок вот такие рисунки анималисты по-самому ну он говорит принеси свои рисунки я ему приношу эту кубу рисунков типа он посмотрел говорит тебе надо учиться я в твоем возрасте так рисовать не мог соврал конечно ну а я же думаю ну все буду по божеу это золотое детство да хотя ну детство действительно золотое я думал как можно уехать с Аблучи это ж такое город это ж где все друзья все знакомо ничего подобного я еще бабушки уже сто лет не был хотя у меня там и племянница и сестра ну как там все чай-то у меня родной гримежан стал но я такой консерватор где живу привыкаю уже никуда замечательно ну ваш подарок юбилея все что мы сегодня делаем мы дарим ему сестра сестра нога у сестра у у б Продолжение следует... 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 И мне впечатлили ваши рисунки Я сделала несколько рисунков Вот так вот Представляете Один из них поблагодарил Вот тут они танцуют у нас 7.40, по-моему Ну, наверное Не, не, не сворачивай Походи сюда Неси, вручай Фотографируйте Вы что, это такое Посмотрите, какое чудо Так что у Наденьи Такой подарок Ну, это в основном сделано на машинке Ну, надо сказать, что Все, теперь это ваше В центре картины я сижу Это подарок мне на юбилей А, вот Здорово, слушайте Это лет 5 назад было Да, тут друзья, оказывается Ну, те, кто рядом с собой Мои собутыльники, я их, честно говоря, не знаю Ну, не важно На троих всегда хорошо сообразить Так, очень здорово Можете сопоставить В центре оказывается Оригинал хуже Ну что, посмотрите Видите, да? Очень давно писалось Ну лет пять, наверное, прошло Здорово, здорово Не скажу Я, правда, несколько лет назад В Кудеснике был творческий вечер И Владислав меня нарисовал Но при этом мне, конечно, не понравилось Как я выгляжу Это вы, вы мне вручили в конце вечера Ваш творческий подарок Сейчас переделай Давайте тоже попробуем Нет, уже все Сейчас мне это уже понравилось Несколько Это Кудесники Горловская Она делала вчера, знаете, да? Я была удостойна И вот вы сидели там А я читала стихи Вещала что-то Все, ну там Действие такое Горловская умела делать Там феерическое Пришлось принести И показать, что вообще Несколько лет назад Ну я уже была немолода Ну вот Сегодня мне Расскажите Нет, я даже не знаю Тут столько всего В общем, это фильм для меня Свеженько Он про него расскажет Я бы так поставила Чтобы Не все было видно Так что вот А насчет вот этого Это Ну давайте Произошло рождение второго Голубатикова Значит Был такой Голубатик Самодельный Я его знаю Самодельный такой писатель Здесь Нет Я не нашла Что вы И вот он как-то Редактор Принес свою книжку Был такой Корреспондент Горелов Дмитриевич Ну знаю Знаем Он принес ему Показал Говорит 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 Ты большой писатель Но шутка неграмотный Значит Я эти лавры Большого И шутка неграмотности Я примеряю От скромности Это Все Раз я понимаю Что А как эта книжка появилась Значит По-моему Словещица искусства Журналист Хабаровский И они там Брали фотографии Что-то писать Взялись И попросили Чтобы я написал Свою биографию Ну я взял так Шутливо В общем Ну неофициально Так Чтобы я написал Ну они мне Присылают сообщение А вы не пробовали Писать Рассказы А я как раз Когда осваивал Компьютер Ну чтобы Набить Руки Вот Сначала Несколько раз Писал в лицу Радио с елочкой Песню Потом Случшая Ну и стал писать Вот Про Фильмана Детские рассказы Для взрослых Просто для себя Называется так Восьмое лето Фимы Фильмана Ну я им отправил Они напечатали Словещица Вот после этого Штегина Печатали Ну и пах И Гуревич Вот Сарашевская Они где-то Деньги нашли И тайно Издали эту книгу Это у меня был сюрприз И к юбилей Наверное Она свеженькая Она пахнет От свежих Но вы в Альманахии Я там читала Да В Альманахии Там отрывок Есть В Альманахии Поэтому меня не удивило Название Но то что вышла книга Это так же Давайте этому похоже Вот вы сказали 70 книг 70 книг Это Оформление Ваше Это Но вы же и писали книги Ведь это же Не первая у вас Вот смотрите И все Больше не Ну как А здесь написано Два автора Да Ну это я сам Гуревичица Ну не с Гуревичи написали Вот я же говорю Все Это не художество Это просто факты Занимательные факты Жизненности Ну занимательные Это тоже надо Это брать и передать Извините Можно я вот Из этой книги Процитирую один отрывок Давай Прям дать вам Вы не скажете Прав или нет Рай В раю Экскурсии Днусь прибывших И там Архангел Идет по раю Сидит пожилая женщина Вяжет носочки Они подходят и говорят О Дева Мария Мы так тебе благодарны Ты родила такого сына Иисус столько Для людей сделал А бабушка им отвечает А вообще-то Мы с Зосифом Хотели девочку Вот это В этой книге есть такое Вот так бывает Ну и вот Надо сказать Что Не надо скромничать Что вы вообще Ничего не пишете Что мы еще не знали Про восьмое Лето Фимы Пильмана Но мы вас Включили все равно В справочник Писателей Биографический справочник Наша кафедра В этом году издалась Сейчас работаем На презентации Нет Не как Вадикова А как Владислава Цапа Который Мы имеем право Сказать Что вы Имеете отношение Не только К оформлению Художников Не вносили Хотя это упомянули А именно К созданию текста И мы Более того Оказывается Предварили Появление Вот этого произведения Вот так что Похлопаем еще Рассказатели Диалога Но надо сказать Что скромность Это не первое Вот мы Все равно Хоть у нас сегодня Радостный вечер Но прям хочется Вспомнить Ирину Зиновьевну Манойренко Тоже журналист Вот я сейчас Для большой экскурсии Говорила Что наша литература Началась С журналистом Журналистов 30-й Пригласили Именно писать Еврейский Харбин Там как Там сохранились Одна синагога Сохранились Вторая нет Мне дали фотографию И я в общем Фотографию Там уже дописывал Там часть работ Писал с натурой У меня вот здесь фото Где я там стою Пишу на улице Кабина А часть просто Скульптуриал Брал фотографии Ну правда черно-белые Я их делал в цвете А там уже окружающий Пейзар Уже с натурой Дописывал Ну они большие Вот такие Да? Картины Большие Просто они Я смотрел Какие там размещенные Они получили Центральную экспозицию 50 на 80 Ну там вообще Картин много В музее Ну я всего 5 Работ сделал Всего 5 За жизнь Мало что сделать Знаете там Полностью Везде нельзя работать И так же Они вечно Каждый вечер Начинают какие-то У них застолья И в общем Постоянно Они не давали работать По экскурсии Они очень гостеприимные А организация Где я работала Называется Академия общественных наук Провинции Хэлэдзян Вот туда пригласили Так Давайте еще Тут попробуем Уже И вот этой стороне А в Америке Вы были Что там Как вы в Америке Были Что вы Вы не были В Америке Выставка была А выставка была Ну считайте То же самое В Париже Тоже была выставка В Париже Я много рассчитал Что я был в Париже Я там не был Да Это написали Но без меня Нет Мне сказали Пожалуйста Милости просим Ну покупай билеты И все Ну во-первых Я не очень люблю ездить Ну и что я там Ну посмотрю Да И филе башни Ну и вернусь Ой как Ну я лучше поеду Культуру посмотрю А вели У нас богаче природа Вам можно знаете Сказать Куда мне до нее Она была бы погиже Он послал ее Я хотел спросить А как вы пришли К вашему стилю рисования И в каком возрасте Ну Примерно Он же не сразу Дмитрийенко Инна Самуиловна Редактор газеты Бербежан Тогда она была еще Зам редактора В общем Не знаю Рассказывайте Рассказывайте Все что хотите Я работал художником На обувке И у них была проблема Нужны были какие-то В общем там То ли Карригатуры Что-то нарисовать Но она мне попросила Я один Два раза нарисовал Ну и потом Мне говорят Давайте переходите К нам Работать Я говорю Я и здесь работаю Ну в общем А тогда 90-е годы В общем Такой раздрай был И шнайдер Говорит Пожалуйста Иди работай Я тебя отпускаю На два часа Каждый день Находись там Я работал По совместителям И с 80 С 97-го года Я перешел туда Постоянно И там Приходилось На еврейскую тему И я стал Делать иллюстрацию Шалмарейхима То есть Не для издания А просто для себя И сделал выставку Небольшую Иллюстрации Потом стал делать По темам Ну это Разница Если иллюстрация Надо точно Соответствовать тексту И в одежде И конечно героями А когда По теме В этой книге Там можно В общем Сюжет взял Остальное Своевольно Можно делать А дальше Стал просто Игресс К тематику Ну это примерно Так в течение Трех-четырех лет Вот Такого То есть Примерно Там Девяносто седьмой Две тысячи Там Второй Третий год Да Вот это Ну то есть Переход такой Мы с Крета Знаете Как назвали Иронически Полунаив Почему Хороший термин Потому что Не наив Пытаюсь Омолодить Под наивного художника А как вот Вы пришли Именно К цветовой гамме Вот такой Что Цветовой гамме Ну вот именно Цветовая гамма У вас Вот именно такая Я не знаю Сначала У меня В общем-то Они были У меня Есть разное Есть в общем-то Многоцветия Но в основном Вот если гуаш Рисуют То там всего Две краски Применяют Синюю И оранжевую То есть При смешивании Они дают Разные цвета Я когда Выставка масле Не обмытища Пригласили Школу статистического Развития Детям Мастер-класс давать То есть Когда Преподаватели Посмотрели А там кстати В школе Четыре педагога С академическим Образованием То есть Закончили Суринковку И Когда они Смотрели гуаш Да здесь Две краски Не может быть Говорят Ну покажите Вот я в школе Показал Как двумя красками Можно Ну они же дают Массу оттенков Можно два цвета Получить Ну вы знаете В принципе Это вот Любая книга Цветная Если вы смотрите Там применяются Четыре краски Правильно? И получается Кому вы обращаетесь? То есть Книга Сначала Печает Желтым Потом Красным Потом Синим И дополнение Черный Вот и все И вот эти Соотношения всех цветов При смешивании При наложении Друг на друга Получается Миллион агентов Ну у меня С двух Но миллион Не получается А потом Знаете Еще Для каждого народа Есть какая-то Особенность Вот если бы Цыганские Какие-то Картины рисовали Там было Буйство красок Правильно? Юбки Вот это все Еврейская тематика Ну вот Например Местечко Там не особо Цветастое Израиль Это черно-белое И все Больше Ну они прям Как шапотные фигуры Видите Да? Поэтому у меня Особенность Цветастости нет Работает Это редко Бывают цветные Но ощущение Все равно Праздничность Какой-то Якости Вот во всех Эти Пока Про цвет А вот скажите А как вы мир видите? Вы в цветах видите? В линиях? Или как обычный человек? Как мир видите? Запоминаете? В цветах? В линиях? Или как обычный человек? Просто я знаком был А кто знает Как обычный человек? Нет Нет Я с художницей знаком был Она не помнит То есть людей не помнит Она говорит Это серо-буро-малиновый А это там Светло-зеленый Красный какой-то Вот Ну то есть вот так И все у нее И в текст Я проверял ее Она вот так все помнит Наша биржанская Я могу вам рассказать Был такой журналист Ярослав Голованов И вот он написал статью Хотя он писал Про космос В основном статье Но вот написал Про художника Украинца Ну знаете Это такие Они получили журналистскую премию За иллюстрацию Чехова Дама собачки По-моему Там еще какие-то Рассказывают Точно помню Дама собачки была И они давали интервью Рассказывали Как они очень Как муки творчества Как они испытывали Ночью Какой-то у кого-то Идея возникает Он звонит другим В общем Ребята Я такое придумал Не собирается Что там Работать Перерабатывать Ну короче Мучились Чтобы создать Вот этот шедевр Но Ярослав Голованов Нашел набор Открытых Дореволюционной Ялты И оказывается Они просто взяли И использовали Эти открытые Просто например Ялта Там набережная Полностью С открытого Они переводят И дорисуют фигурку Дама собачка За шпицами идет Ну и так используют Нет Здесь ничего Это вполне нормально Ну как они могут знать Как углядел Старая Ялта Дореволюционная Во времена Чеха Правильно Они использовали То есть открытые Но он говорит Он пишет Ярослав Голованов Это конечно Правильно Так надо Но зачем писать Про творческие внуки Вот я не знаю Что такое творческие внуки Так И Вы-то хотите Общую музыку послушать Вы не против? У нас музыканты Еще они тоже Пишут А самовела Осеннее небо Стала Меловка Благословенно Благословенно Осеннее небо Верань Перемен Отголосило Усталое лето Спело оно И стихает Нашим землякам Ветеранам Локальных Военных конфликтов Вот специально Подошел ближе С белым зерном Повнимательнее Рассмотреть памятник Осень Осень умеет И маслом И нитрой Просто покроет С глянцем Осень владеет Такою болью Что живопис С глянцем Осень сверкает Погожили днями Солнцу слегка Подражает После Рыдает Косыми дождями Желтый Плоток Уважаем Пенник Несмелый Кусается За нос Смокли Послы Шаг Подряд Земля Порезалась Не устоит И мороза Вводят Попросики Сытые Лоси Брезвое Липово Грозья Рябины Памятили Осень Сзади Там у нас Мэрия Это вот Тарая площадь Вот такой Скверик У нас здесь Стало Зеленые Огненно Бурые Баки Становятся Экскурсия О Биробиджану Продолжается Из Библиотеки Принесемся В центр Города Хочу показать Вам еще один Памятник По эскизу Нашего Юбиляра Который Был изготовлен Пограничникам Защитникам Амурских Рубежей Автор Эскиза Владислав Абрамович Сап Вот такой Вот у нас Защитник Амурских Рубежей Сзади Вот Пограничный Стоп Советских Социалистических Республик Цифра 63 Эмблемы Эмблемы Советского Союза Со Звездой И Фуражка Со Звездой Позже Она была Дополнена Вот такими Экспонатами Военными У меня Сегодня Нет цели О них Рассказывать Я просто Подойду Вот там Пилоны Сделаны Героем Советского Союза Пограничникам Погибшим Разное Время И Имеющим Отношение К еврейской Автономной Области Здесь Вот так Написано ЦАП ВА Автор Памятника Вот тут Написано Всем Пограничникам Службы В городе Берабиджане Но год Не написан Вот еще У нас Я вам Показываю Такое Памятное Место Веробизанское